Дарк Солус Орлиный глаз Иди сюда Ах ты оттуда будешь кидаться Что сдурел что ли Да слышь что Задра Подымайся Как блин между ног то шкварчит Тихо Тихо успокоился Говнюк Говно ты собачий Сюда давай Подбегай Мудозвон Все Бля Какого же тут надо было Ладно главное что не в самый низ Ой этот только упал что-то заторможенный Видимо у него фпс просели Ладно Этого мы сделали Главное сейчас забрать наши души Потому что ты что Столько душ и свалиться нафиг Ну сколько там может особо многое не было Каждая душа на счету Каждая душа Это ценная Вещь Которая тебе помогает Выжить в суровом мире Дарк Солс Оооо 1725 Ну так это ж не просто так Это же вам целый косарь Давайте Значит Давайте, может, как-то... Не, давайте уже до конца, сбегаем до конца вот туда вот, эээ, этого верхнего, как бы, яруса, да? После чего мы попытаемся спрыгнуть на люстру. И там уже будем спрыгивать вниз, в нижний ярус. Потому что я вам там вижу в нижнем ярусе еще, он там один чмырь стоит, подо мной прямо, с левой стороны. И, скорее всего, наверное, еще будут такие же его кореша, братья, собратья. Так, иди-ка сюда-ка. На, говно. На. А ты думал. Куда пошел? Спокуха? Я сказал, спокуха. Сюда давай. Все. Расслабься, отдыхай. Люстра прям под нами, можно как бы даже уже как бы прыгать, но я пока не хочу, я лучше вон того еще. А там, смотри, там лестница есть. Там есть лестница, чтобы спуститься по-человечески, чтобы слезть как нормальные люди, но я не хочу так. Я хочу забрать ништяк. На. Подходи, дорогой, подходи, наслаждайся этой вкусной стрелой. Ах ты сука. Как так? В упор стреляю и нихера. Да пошел ты ты, ну. Может ты подойдешь? Эй, спиной не поворачивай. Да какого? Огонь. Я лучше сюда отбегу пока. Где он там, хоть я не знаю. Где он? А, вот он. Да подожди ты. На. Отдыхай. Нифига. Все. Фу. Мать моя женщина, как это было испытание просто, это было просто вот вообще. Какие-то странные монахи. Они мне сперва напомнили мужской вариант хранительниц душ, как они одеваются. Всякие такие вот рясы одевают, добрые женщины, знаешь. Когда вот это была благородная дама, там была у нас в этом, в храме огня, потом куда-то свалило. Нихера себе, а это кто? Это, мне кажется, или это скорее всего статуя этой, как ее? Богини Гвинвер. Очень похоже на то. Тогда чьи же были статуи, вот те в начале, кто-то там был худощавый старик, похожий на ящера. И жирная такая, то ли баба, то ли мужик, хрен его знает. Нифига, смотри, точно Гвинвер, я тебе говорю. Ох, Гвинвер, у тебя глаза, конечно, большие. Да, глаза у тебя шикарные, я тебе скажу. Ладно. Ну, поняли, о чем я. Так, слазим сюда пока. Слазим пока сюда, теперь выходим вот туда. И я знаю даже и дорога. Это не босс, это просто я выйду сейчас от этой стороны. Во. Я этот туман видел, когда шел, шел вот, вот там вот. Шел я вот здесь. Ладно, сюда пока не пойду. Пока до конца давайте следуем. Стоит что? Потянуть рычаг. И что я буду, если я его потяну бы, что? Что-то опасное случится. Скорее всего, какие-то разводные мосты. Смотри, там горгулья опять, как опять, как симметрия какая-то. Там горгулья, там за горгульей еще какие-то он стражи стоят. Такие же самые стражи стоят, большие. Там вон горгулья на рексичке сидят. Короче, тут еще много чего не исследованного. Давайте посмотрим, что тут у нас. Рычаг тоже. Тут, блин, какие-то странные механизмы. Куча всего непонятного. Но давайте по порядку. Давайте сперва поглядим, что у нас находится здесь. Если я пойду сюда... О! Здрасте. Это мне специально дали таких противников, чтобы я немножко расслабился. Хоть чуть-чуть. Подожди, это женщина вообще или мужик? Я не пойму, у нее косичка какая-то, сзади. Хотя, в принципе, мужики такие тоже носят косички. Этих времен. Но, чем черт не шутит. Вроде сисек не было. Тут ничего нет. Ладно, ладно. А там что у нас? Там он у нас. Тоже такие же, вон, смотри, герои стоят. Что-то я сомневаюсь. Там так высоко, они такие все маленькие. Если даже я попытаюсь туда спрыгнуть с люстры, то, мне кажется, меня все равно ждет верная смерть. Что-то очень может быть. Хотя, может и нет. Смотри, она висит как бы на среднем таком вот уровне. Может, я и не разобьюсь еще. Как-то проверять это стрёмно. Давайте пока для начала проверим, что лежит в том сундуке. И смогу ли я, если я сейчас туда прыгну, к этому сундуку, смогу ли я потом назад как-то забраться. Думаю, что смогу. Должно все быть предусмотрено. Все должно быть учитано. Учитано и учтено. Так, а ну-ка. Кот, надо прыгать. Ай, блядь, ну какого ты спрыгнул на свой голову? Эпик фейл. Ладно, вернемся сюда позже. За кадром. Итак, я снова здесь, возле сундука. Не знаю, целесообразно ли нам будет туда прыгать или не целесообразно. Хер его знает, но пока не хочу. Я тут кое-что новое обнаружил. Смотри, короче. У нас тут есть внизу какая-то картина. Да еще и огромная картина. Смотри. Скорее всего, это самая картина, о которой нас в комментах предупреждали. Как она там называется? То ли Айрамаса, Айрамиса, хрен его знает, что-то, короче, какого-то Иса. В общем, надо к ней добраться. Потому что там какая-то своя будет миссия. Довольно-таки интересная. Блин, я не знаю, как попасть сюда? Туда, где стоит сундук? Там, вон, видно, что ступеньки есть. Значит, видимо, по ступенькам можно как-то попасть туда. К этому сундуку, не прыгая через эти балки. Хрен его знает. Поэтому предлагаю пока что прыгнуть на люстру. А там будем разбираться. Но давайте сперва, прежде чем попадем на ту люстру, таким потянем рычажок, который находится у нас прямо вот с этой аркой, где был туман. Посмотрим, что поменяется. Может быть, тут что-то откроется где-то. Может, что-то нам облегчится здесь доступ к этой картине. Может, там люстра как-то подъедет сюда и станет лифтом. Не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, геневер, конечно, шикарная. Да, ничего не скажешь. Так, давай, тяни. Устройство не поддается. Нифига себе. А что это как? А кто кому оно поддается тогда, если не мне? Ладно, не поддается, так не поддается. Я пока полезу туда. Так. Так, так, так. Насколько я знаю, чтобы попасть в эту картину, там есть определенная отдельная локация в этой картине, отдельное задание какое-то. Так вот, чтобы туда попасть, нам нужна кукла странная, которую мы нашли в прибежище нежити, когда туда вернулись. По-моему, так. Если я не ошибаюсь. Стоп, а где люстра? Что-то я уже не понимаю ни хера. А как эта люстра оказалась там внизу? Что, прикололись? А как мне теперь-то вниз-то попасть-то, ну? Мне, ребят, так и не серьезно как-то. Это что-то издевательство уже какое-то. Блин, ну блин, ну вот блин. Нет, ты видал, короче, люстра внизу уже? Когда она успела? Что-то я или смотрел, или я что-то прощелкал. Может, отвернулся тогда в этот момент. Когда она вниз-то упала. Вот, елки-палки. Как же туда попасть? Я понимаю, там вон лестница стоит справа. Но здесь же нифига нет. Начну бежать. Опять прибегу, блин, на свою голову. Своей смерти. Ладно, еще раз попробую. Если не получится, то... Не знаю, как-то да. Ладно! Короче, ну его в жопу. Вот, и люблю я появляться на этом месте. Рядом с... Ювеневер. Короче. Мы снова прошли этих охранников в странных одеяниях, в странных халатах. И решил я пока не спускаться вниз. Потому что люстра, наша единственный шанс был спуститься. Она упала. И до сих пор там, получается, она не возвращается, когда ты сидишь у костра. Вот. Я подумал, может нам стоит пойти пока сюда, полазить здесь. Может там через низ мы как-то доберемся. Таки до нижнего уровня вот этой локации. Может мы потом через вот тудой, вот кудой, то вернемся сюда опять. И наконец-то сможем добраться до картины. А пока... Че я буду на рожон лезть там? Прыгать везде? Че тут себе кости ломать опять? Шею сворачивать? Нафиг надо. Пойдем сюда, посмотрим, что у нас тут. Давайте повернем механизм. Посмотрим, что изменится. Нифига. Ух ты, нифига себе, сотри. Красавчик. Хе-хе, красавелла вообще. Смотри, что мы сделали. Ух, ух, что происходит? А-а-а, мы ж, мы ж правильно, мы ж получили доступ к той части, а там горгулья стояла, мы ж видели. Блин, собака уже ударила. О! Лучше всего вот тут вот через колонну бить. Колонну по два! Сюда! Говно! Ай! Это... Какая-то размашисто бьет. Скотина. Да ударь ты, наконец-то, убей ее! Ну, убей, 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 убей! А-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Бронзовый щит. О, нифига себе. Я сомневаюсь, что он будет нам таким уж полезным, что-то так радуется. Но посмотрю, хоть что он собой представляет. Так, бронзовый щит у нас находится здесь. А-а-а, нифига он особо не защищает. Подожди-и-и! Хе-хе-хе-хе, че это? Он так само защищает, как... Все эти щиты. Он даже прочнее. 300 прочности. Хотя эти, может, такие самые по прочности, просто уже... Заболевшие щиты. Сколько они нам уже служат? 62 плюс 12. Не, все-таки... Все-таки, все-таки... Ну, как бы, почти похоже, но... Физ урона у него, смотри, 85 всего блокирует. Так себе. Бронзовый щит горгулей, который охраняет колокол пробуждения. В церкви нижняя. Нифига они не охраняют колокол. Не охраняют Анорлонда уже. У горгулей прочная чешуя, поэтому вполне возможно, что они использовали щиты в качестве опоры. Редкий случай, когда металлический щит не отражает физический урон полностью. Ясно. Все, с вами, ребят, понятно. Я пока думаю, что нам делать. Отсюда мы пришли, правильно? Да. Вон, видишь, все-таки внизу проход опять туда вот к этой картине. А я там прыгал, голову ломал, вот дурак. Вы, наверное, те, кто смотрели уже, ну, те, кто играли Dark Souls, те, кто уже как-то шарят, что там будет дальше, наверное, угорали просто с того, как я пытался добраться. Я и сам теперь угораю. Но, кто же знал, что там, оказывается, есть более легкий способ. А мы не ищем более легких путей. Это Dark Souls. Dark Souls сам по себе сложный, поэтому мы тоже сложно себя ведем здесь в соответственной игре. Так. Во. Я все проверяю. Все стены, которые меня вызывают сомнения, я буду прощупывать. Туда дальше пока не пойду. Пойду к картине к этой. А тут такой же, смотри, механизм, что и вот там вот сверху. И тоже не поддается. Кто ж тогда может его, как бы, прорулить? Смотри, это те, которые попадали вниз. А этих он еще много здесь. Ух, нифига. Запрятался где. На. Зараза. Смотри, сколько стражей. Это какие-то стражи картины, как будто бы. Они картину охраняют. Мне кажется. Нифига себе, сотри. Это реально какие-то стражи картины. Вот это превьюшка будет. Или это, или... Или будет превью, когда я подберусь к картине, на превью ее щелкнут. Непосредственно саму картину вблизи. Сюда. Хер тебе. Хер тебе в твою рясу. На. Отдыхай. Да, ребят, я могу сразу в гущу сражения пойти. Кинжалы сейчас выкинет. Спорим? Кинжалы. Хе, тебе говорю, метательный нож, точнее. Ну, это я и имел в виду. Эээ. Блин, Гвиневера осталась наверху. А мне бы сейчас не помешало бы вдохновиться бы ее большими глазами, чтобы битва хорошо шла. Ай. Давай, давай. Блин, нифига, сейчас со спины ударит. Они похожи на таких, знаете, на таких ассасинов именно вот... Ближнего Востока. Как ассасин Крид, вот это Альтаир, там все такое. Аль Муалим, там... Аббас. Тарик. Так вот они такие самые. Шли дальше помаленьку. Разруливайте обстоятельства. Обстоятельства. Сейчас, надеюсь, будут играть в нашу пользу. Подожди, а что это за кнопки? Или что это такое? Подожди. Ай, нанес удар так и успел. А что вот это? Какие-то цветочки. Фиалочки. Что это за незабудочки? Вот это еще цветочки какие-то. Или это, наверное, с люстры подпадало? Скорее всего, это было на люстре такое. Иди сюда уже, ну. Офига себе, картина. А что она иллюстрирует? Она иллюстрирует какое-то... Блин, опять я эту атаку промазал, ну. Она иллюстрирует... Ладно, потом посмотрим, что она иллюстрирует, потому что сейчас нас убьют. Так, если будем засматриваться на картину. Вот это сейчас нехорошо было вообще. Да отстань от меня! Зараза. Куда? Я тебе сейчас... Блин, сука! Ну нахера ты пил, блядь? Нахера ты, сука, пил, блядь? А-ха-ха! Ёптыть! Ух, что хорошо в этих стражах картины, то, что с них можно много насобирать метательных ножей. Обычно выпадает по два, но вот только недавно за кадром убивал одного чмыря, вот того. С него выпало пять. Это вообще можно наклепать нормально. Посмотрим, давайте, сколько у нас этих ножей теперь стало. Эээ... Что-то, наверное, я уже нашел. Интересно, как его применить. Ну, это надо у костра поставить все заклинания, скорее всего, но... Для волшебства, наверное, надо такая же рука, типа, как пиромантия, скорее всего, или... Какой-то талис... Нет, талисманы нужны, вроде как, для заклинания чуда. А для волшебства, ну, что-то другое может. А может, без ничего просто примен... Нет, без ничего не может быть. Явно у нас просто нету руки такой волшебства. Хотя я не особо тут маг. Не особо пользуюсь такими заклятиями, поэтому мне оно как-то одним боком. Но найти приятно. Почему бы и нет. Так, а что у нас оставил этот рыцарь? Павший. Нихера себе шлем из черного железа, доспехи из черного железа. На ручьи и поножи тоже и черный... Нифига, это черный щит, как у этого? Стоп! Как у Таркуса! А ты не Таркус ли, случайно? Может быть, Таркус таки прошел того голема железного, которого мы убивали с ним вместе? Потом добрался сюда, и здесь его убили возле картины прямо эти стражи? Нифига себе! Приколюха какая! А ну подожди, давай посмотрим, что там такое. Сейчас, походу, реально, когда буду читать, окажется, что это Таркусовская броня. Но большой меч такой у нас уже есть. Ай, зря я, блин, души тратил, блин, души, блин! Ну... Есть то, что есть. Фрамт зато покушает, спасибо нам скажет. А, щит. 80 от защиты, ни хера себе. От огня 90, от молнии. Это, походу, самый лучший щит пока. Хотя от магии больше защищает щит с эмблемой. Ну-ка. 75 от молнии, в отличие от этого орлиного щита. Не, подожди, это орлиный щит 75 от молнии? Что-то я туплю. Ну, можно, в принципе, его взять вместо орлиного пока что. Вместо орлиного попользоваться. Давайте почитаем. Да, большой щит великого рыцаря Таркуса. Изготовлен из особо черного железа и тяжелее даже осадных щитов рыцарей Береника. Особенно хорошо защищает от атак огнем и эффективен для нанесения ударов. Недоспехи. Шлем железного Таркуса, рыцаря, чья сила вошла в легенды. Выкован из особого черного железа, обеспечивает надежную защиту. Особенно от огня. Из-за большого веса его может использовать только сам Таркус. Так, хер ли, я тоже могу. Тут тоже самое, в принципе, все. А давайте, знаете, давайте ненадолго примерим. Я, в принципе, больше люблю подвижность. Чтобы движение ничего не сковывало, но... Почему бы и нет? А, я не могу этот щит использовать одной рукой. Слишком силы надо, походу, на него. А силы надо на него 34, а у меня пока не хватает. Ладно, тогда давай вернемся к Орлиному щиту. Ну а тут? Хватает хотя бы силы, нет? Тут, в принципе, все должно. Ну, я, наверное, буду очень медленно кататься. Перекаты будут медленными, движения будут скованными. Хотя бы попытаться. Во-первых, потому что тут такая локация, что это просто жесть. Зато на меня посмотрят, скажут, Таркус воскрес! Воистину воскрес! Такие прям звякающие доспехи прям вообще. Таркус вернулся. Так, давайте посмотрим на эту картину. Что там за живопись? Кто тут что нарисовал? Кто тут что накотлякал? Хреново видно. Подвесной мост ведет куда-то на гору какой-то крепости, да? Полуразрушенной. Ладно, понятно. Что дальше? Посмотреть. Ёпте, что я такое? Надеюсь, меня там особо не покоцают. Жесть. Все. Мы больше не Иванор Лондон. Нарисованный мир Ай-Ариамис. О, Ариамис, точно. Я думаю, Рамаса, что-то какое там. Ари... Ариамис, ох. Все. Какой-то тут все морозное такое прям. Туда-назад не попаду, да? Блин, тут неохота. Сейчас упаду еще. Расшибусь. А в этом нарисованном мире вообще костер есть? Ой, хорошее начало, я скажу вам. Получается, пока я не пройду этот мир, назад в Анар Лондон я не вернусь теперь. Офигеть. Смотри, это реально Скайрим. Как похоже-то, а? Какая локация прям заснеженная вся. Костер. Да костры в такой заснеженной локации гореть не должны. Хе-хе-хе-хе. Это хейровый. Ой. Здрасте. Вас кто? Че-то это мне уже совсем не нравится. Аж никак. То костер нет. А, хер там, походу, не костер. Это факел. Это просто... А, блин, вот же костер. Я его в упор не вижу. Давайте, знаете что, давайте... Чтобы его можно было возжечь. Римеум человечность... А, подожди, зачем принимать? У меня аж две есть. Все. У меня уже две человечности есть. Зажжен костер, и сразу же его возожжем. А, так нам надо, чтобы его возжечь, надо опустошение-то обратить. Потому сперва надо очеловечиться. Постоянно забываем об этом. И потом его возжигать. Все, теперь порядок. Смотри, вороны каркают здесь. Волки водят. Это странное место. Кто эту картину нарисовал, и что меня сюда вообще засосало? А, вон ворон, смотри, сиди. Это маленький аналог того ворона, который он с собой таскал. Из гнезда в гнездо. А, ну подожди, там вот эта странная кукла, которую мы нашли в этом... В прибежище, она еще с нами или нет? Потому что, кажется, эту куклу можно использовать было. Или нет? А что это ее уже нету? Это, скорее всего, с ее помощью мы вошли в этот мир. И теперь кукла как бы пропала. Я это так понимаю. Или я не прав? А, не, вот же она что-то. Странная кукла в нелепом платье. Или я, может, что-то путаю, но где-то вроде как-то не говорили. Я где-то читал еще раньше, что эта кукла связана с нарисованным миром. Потому что я и... Как бы ее вспомнил. Ладно. Давайте в следующей серии будем этот нарисованный мир, эту крепость исследовать. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Как нам опять вернуться в Анорлонда. Потому что там мне нравилось больше. Тут как-то темно и... Холодно. Заспехи, конечно, греют, но... Сильно не согреют. А пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok